Здравствуйте, друзья! И добро пожаловать в удивительный мир с Сакур! Вы спросите, что там удивительного? Многое! Точки встречают нас. Итак, вот оно. Мы закончили нашу последнюю тренировку. Завтра мы наконец-то покинем столицу. Именно ради этого я обучалась. Я очень нервничаю. Начало пути никогда не было лёгким. Уверена, Гвин и Кира всегда будут рядом со мной. С их дарами, камней, молнией. Кто может нас победить? Я думаю, никто. Я просто надеюсь, что мы не встретимся с одним из осадных монстров, о которых говорила Кира. Мой дар ничем не поможет в борьбе с монстрами. Ардена сказала, что лично будет сопровождать нас в путешествии. Я до сих пор не готова столкнуться с ней после вчерашнего. О, да. Ну, не вчерашнего, а позавчерашнего. Но вы помните, что мы видели её голой, расхаживающую себя в замке. Она может себе позволить всё, что угодно. Она императрица. Она может изгнать меня из города за... за шпианаж за ней. В любом случае, мы все нервно ожидали прихода Ардены. Новички пришли, чтобы посмотреть, как мы покидаем столицу. Их поддержка делает обстановку более разрежённой. Но вскоре они просто замолчали. Воздух так напряжён, что возможно разрезать его мечом. Чувство волнения о нашем путешествии постепенно исчезало. Осталось только чувство предвкушения. Все трое просто стоят, сложа руки, ожидая прихода императрицы. Мы боимся. Я могу почувствовать это. Только Кира знает, что мы можем встретить на болотах. Нам с Гвинн остаётся лишь только догадываться. Я знаю, что Гвинн боится больше меня. Она очень нервничает. И по несколько раз проверяет то, что у неё есть в сумке. Я уверена, что я видела, как искры летят из её пальцев. А мы помним, что она умеет пускать молнии. Вот такой вот у неё дар. Надеюсь, она не призовёт сюда молнию. Кира выглядит не лучше. Она о чём-то думает. Её лицо стало каменным. Снова и снова она в раздумьях ходит из стороны в сторону. Никто ничего не говорит ей. Все знают, о чём она думает. Новички говорили о нашей храбрости. Мы заверили каждого, что вернёмся через месяц. Живым или мёртвым. Все дела, все роскоши родного города. Всё осталось в столице. И вот мы здесь. Мы напуганы. Я не могу позволить страхом овладеть моим рассудком. Возможно, это единственный шанс посетить мой старый дом. Но самое главное, это шанс почувствовать себя героином. В смысле героиней. Надеюсь, не мёртвой героиней. Так, поддержать всех, сконцентрироваться на себе. Как же поддержать всех? Мы просто душа компании. Я знаю, что все напуганы, но я думаю, всё будет хорошо. Это то, ради чего я тренировалась, верно? Как щенок такая. Правда? Мы не умрём за следующим поворотом? Правда, правда? Никто не ответил. Все просто задумчиво молчат. Гвин пытается поддержать беседу. Кира, ты же была на болотах раньше? Да. Коротко ответила она. Как ты думаешь, мы справимся? Я не знаю. Сейчас она определённо не так дружелюбна, как прежде. Гвин опустила глаза после слов Киры. Бедная Гвин. Хорошо, я не буду спрашивать об этом. Извини. Спасибо. Она выглядит очень напряжённой. Напряжённей, чем я когда-либо видела. Но предстоящий поход на болото заставил её понервничать. Мы уже узнали, как бедны растительностью болота. На них ничего полезного не растёт. Хотя Кира об этом узнала первой. Не отказаться идти в такое место, как болото. Я восхищаюсь её храбростью. Если она контролирует свои страхи, я тоже смогу. Рейлин, ты думаешь, что готова? Настолько, насколько возможно. Хоть я и не могу сделать своё тело каменным или пускать молнии. Мы будем использовать твой дар, когда будем устраивать привалы. Ты же можешь использовать свой дар, чтобы увидеть, что сейчас на болотах, верно? Хороший вопрос. Когда я нахожусь здесь, я не смогу увидеть происходящее на болотах. Но если я буду там, это уже будет совсем другая история. Возможно, я могу увидеть участок с высоты птичьего полёта. Хорошо, с твоим даром мы точно не потеряемся. Я могу залезать на верхушки деревьев и делать пометки, чтобы видеть, как мы движемся. В смысле маршрут прокладывать? Пометки? Лучше бы писало под каждым деревом. Это более верный знак. Чтобы сохранять дорогу. О, это как в былые времена, когда их высекали на камнях, чтобы отметить путь бизона и как его поймать. Почему тебе необходимо помещать их на верхушке деревьев? Потому что мы не можем позволить себе отступить, чтобы видеть, где мы идём. А так они типа будут поднимать голову и смотреть по деревьям, где они идут. Эти пометки особенные. Они могут оставаться в воздухе в течение длительного периода времени. Мы просто должны посмотреть на небо, чтобы увидеть, где мы идём. Это всё, на что мы можем рассчитывать? Нет, императрица заверила меня, что она даст нам карту и компас для навигации по лесу. С помощью всего этого мы в состоянии найти наш путь. Кажется, она действительно беспокойна тем, чтобы ориентироваться на болотах. Приятно знать, что мы нигде не заблудимся. Это не так плохо, Гвен. Заблудиться, в смысле. Есть вещи гораздо хуже, чем просто заблудиться в лесу. Верно. В любом случае, вы будете нужны, чтобы прикрыть меня, когда я делаю пометки. Мы обступим её с полотенцами и одеялами, и она спокойно сможет... Да, сделает с пометки. Существует несколько монстров, которые ходят по верхушкам деревьев. What? Они не так глупы, так что просто не испытывайте свою судьбу. Пока мы обсуждали наш путь с Кирой, призрачная фигура медленно зашла на тренировочные площадки. Ардена, наша императрица наконец-то прибыла. Кира, как только увидела Ардену, сразу же замолчала. Приветствую, императрица. Здравствуй, Кира. Я надеюсь, всё это время вы были заняты подготовкой? Да, мы готовы как никогда. Я рада это слышать. Медленно она повернулась к Гвин. А ты как, Гвин, научилась контролировать свой дар? Настолько, насколько возможно, моя императрица? Она, кажется, проверяла нас. Проверяла наши успехи. Вы полностью готовы. Вы не представляете, как я вам благодарна за помощь. Я так хотела бы к вам присоединиться, но у меня, как у императрицы, здесь есть свои обязанности. Оставить всех людей из столицы, когда они так и боятся, не лучшее, что может сделать императрица. Благословляю вас. Я буду поддерживать контакт с вами. Гвин и Кира скептически посмотрели друг на друга. Моя императрица, как именно вы планируете это сделать? С ухмылкой на лице Ордена посмотрел на меня. У меня есть свои методы, Гвин. Вы узнаете, когда увидите это. Что же она имеет в виду? Как она сможет помочь нам отсюда? Мы должны полагаться на свои умения на болотах. Это то, что говорила мне Кира в течение нескольких недель. Ну что ж, нет смысла дальше тянуть время. Мы отправляемся на болото. Ну же, вы двое. Нет ничего, с чем бы я не могла не согласиться. И так настал момент, когда я столкнусь со своими страхами лицом к лицу. Перед тем, как мы ушли, Ордена остановила меня. Она что-то держала в руке. Возьми это. Что же она может передать мне в последний момент? Она передала мне что-то и крепко сжала мою руку. Рассмотрев, я увидела, что это какой-то странный компас. Крошечный осколок какого-то кристалла парил в середине компаса. Осколок был чуть выше поверхности стекла. И это укажет нам путь? Это поможет вам найти звезду? Я не настолько глупа, чтобы отправить вас на болото без навигации. Даже с дальновидением и планами, Киры, если вы ни разу не бывали на болотах, вы никогда не найдете выхода из них. Сами деревья и земля будут против вас. Все ради того, чтобы вы сбились с пути. Я не могу позволить вам идти просто туда для того, чтобы умереть, не дойдя до звезды. А после звезды умирайте. Поэтому прими этот прощальный подарок. Пожалуйста, ради всей империи вернитесь живыми. Вся ответственность после сказанного легла на меня. Первый раз за много-много лет я выхожу за пределы столицы. Меня ждет одно из самых опасных мест, которые можно себе представить. Это место, из которого никогда никто не выходил живым. Какое же значение имеет топадшая звезда? Стоит только догадываться. Согласилась бы я отправиться на болото, если бы меня попросила сама императрица? Скорее всего, нет. Я много повидала, Рейлин. Я видела любовь, жизнь, смерть. Я знаю, что прежде всего жизнь хрупка. Поэтому защити свою жизнь. Защити жизнь тех, кто дорог тебе. Теперь иди. Болота ждут. Я вас не подведу, конечно же. Я вас не подведу, императрица. Мы вернемся. Я полностью тебе доверяю. Будьте осторожны. Она повернулась к нам спиной, оставляя тренировочную площадку позади. Изящно удалилась. Теперь нет пути назад. Настало время столкнуться лицом к лицу с болотами. Точки. 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 Болота. На этом все, друзья. Короткая серия, но имейте терпение. Спасибо, что смотрели. Дальше на болотах. Мы встретимся лицом к лицу. Совсем. Совсем опасным. Со внутренними страхами. Быть может, с новыми существами. Пока. Надеюсь, вы в предвкушении. Надеюсь, вам понравилось. И надеюсь... Черт. Я слишком много надеюсь. На этом все. Пока-пока. И увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok